здравствуйте друзья дмитрий предлагаю вашему вниманию интересно на мозгах ролик где простой человек пытается поставить на место сотрудника банка и в итоге из этого простого человека вдруг по некому мгновению какой-то там волшебной палочки образуется юрист посмотрите пожалуйста как неожиданно это произошло для сотрудницы банка и как она заверещала приятного прослушивания до свидания и Алло. Алло. Здравствуйте. Слушаю вас, слушаю, да? Здравствуйте. Кто это? Добрый день. Меня зовут Великина Марина Сергеевна, Титибанк, Москва-Гашка, 8-10, стройня-1. Рассковор наш с вами записывается в отдел контроля платежей. Константин Гуарович, по поводу вашей карты, мы позвонили, беседовали ранее, ждали все оплаты от вас, не получилось или что? Да. Просто 4,856 рублей накопилось, а мы платеж, как бы вам говорили, обозначили 36,642 рубля. Ой, что вы, откуда такие деньги сейчас? А что у вас случилось? Почему вы не вносите? Да что, не у меня конкретно. Ой, ой, что барышня, причем здесь я? Работа. На работе просто предложили, представляете, либо по собственному желанию, либо сократили. Сейчас стою на турнике, эти ворота открываю. Так, вы поясните поконкретнее, вы работаете сейчас официально или нет? Да, это уже неофициально. А неофициально? Вы без работы находите? 9 тысяч рублей в месяц. Это, считаете, работа? Да. А с сентября 2016 года не оплачивали, а почему вы тогда частично? Да, там постепенно стали мне зарплату уменьшать, уменьшать. В итоге, вот, ничего не остается, как только, ну, надо же самому кушать. Сами понимаете, вы же взрослый человек наверняка. То есть, смотрите, вы вначале потеряли работу, сейчас устроились опять же, да? Это сложно сказать, работой, да, называть. Но вы устроены официально? Да, я фиг даже знаю. Ну как, у вас трудовой договор выключен, трудовая книжка имеется? Да, вы понимаете, на складе, где нерусские помидорами торгуют, там у них вот сижу, платят по 9 тысяч в месяц. Вы, поясните, это официально или нет? А я не понимаю, я не разбираюсь в этих тонкостях. Платят, вроде, без задержек, 9 тысяч каждое. Хорошо, значит, работаете официально. Ну, да, какое-то отношение к делу имеет, ну, официально. К делу это имеется следующее отношение, Костяний Заварович, просто у вас, действительно, осталось времени до понедельника крайним сроком воплотить хотя бы минимальную... Не-не-не-не, вопрос, вопрос-то мы с вами сейчас обсуждаем, какой-то имеет, ну, так вот, я говорю, какое-то отношение к делу имеет. Где программа реструктуризации, я у вас так же спрашивала. Нет, не надо, я не хочу лезть, я наслышался про эти реструктуризации, в итоге еще и больше переплачиваешь, новый кредит навязывают, который еще дороже, чем тот был. Но, понимаете, я-то живу в государстве, мы же с вами не на острове, где монархия или там вообще какой-нибудь там первобытно-общинный строй. Я считаю, что надо цивилизованно общаться. Как вы сами думаете, прав я или нет? Понимаете, Константин Гордович, тут загвоздка в чем отличается? У вас имеется очень большой доктор и перефектива... Так нет, это... Нет, это... Я уже вопрос задал вам. Нет, это как раз такой вопрос. Цивилизованное общение вы предпочитаете или как... Константин Гордович, мы с вами беседуем, я сотрудник банка, а вы клиент. Нет, мы будем беседовать только в рамках вашей задолженности. Да, строго-строго в рамках, конечно. Все остальные темы, которые вы можете обсуждать с друзьями, пожалуйста, с родственниками... Так нет, ну я же, подождите, я не на шаг от темы не ухожу. Ну то, что я творческий человек, какие-то метафоры употребляю, ну извините... По факту, Константин Гордович, до понедельника, если оплаты не поступают, то, к сожалению, дали мы право требования с собой оставляем через суд, потому что вы выходы с другого не понимаете. Вот так я вот-вот, ну отлично, молодчина. Я же об этом и говорить хочу, а вы растянули вот то, что я бы уже давно сказал. То есть вы поясните, вы поясните, до понедельника оплату мы от вас частичного объема не ожидаем, да? Да вы что, у меня 200 рублей в кошельке. Я не знаю, как до понедельника самому дожить. Ну, в любом случае, тогда, Константин Гордович, если вы сейчас не сможете справиться с оплатой минимальной, уже как бы подумайте, когда вы сможете тогда оплатить всю сумму долгу сразу. А вы на каком основании я должен буду ее оплачивать все сразу? На таком, что вам придет официальное уведомление о расставлении всей суммы долга. А чем она отличается? Где будет прописана? Я не договорилась. Где будет прописана полностью сумма, где будет прописана полностью дата. Это будет требование банка. Так как вы нарушили договор, во-первых, нарушили закон Российской Федерации во вторых, а вы не оплачиваете, вы с нами не сотрудничаете ни в частичном объеме, ни в каком объеме. Хотя мы, с нашей стороны, пытаемся вам это предложить. Ни один сотрудник не звонил и вам не говорил, оплачивать сразу весь долг. Так нет, да я же не спорю, вы можете выставлять это официальное требование только, пожалуйста, на бумаге, хотя если вы считаете, что оно официальное. Да, мы вам пришли тогда. Ну и отлично. А что изменится? Ну нет, у меня от этого что, деньги появятся, что ли, или что? Продавайте имущество, значит. Нет, это шантаж называется. Это не шантаж. А зачем мне? Нет, а зачем? Подождите, хорошо, ответьте сами себе. Сами мне ответьте теперь на вопрос. А зачем? Что я решу? У меня имущество ровно на двадцать тысяч. И то это, если его купят за эти деньги. Константин Георгиевич, вы, значит, сами думаете, как решить свою проблему. Мы вам не другим. Так нет проблемы. Проблема где? Проблема в том, что вы не оплачиваете. А где проблема? А у вас большая задолженность. Ну мы же с вами, давайте вернемся, мы в правовом государстве живем. И у любого человека, у организации, если есть претензии, то она должна идти в суд. Понимаете? А судебный пристав уже будет по факту разбираться, выяснять платежеспособность. Это его задача. Я фиксирую то, что вы с банком непосредственно договариваться не желаете, не хотите. Да я очень хочу. Но у меня смысла нету. Я человек здравый. О чем разговаривать, договариваться? Нужна революция в стране, понимаете? Тогда можно договариваться. Банкира всех за шкирку к чертовой матери. Чтобы такие девушки, как вы, нормальную работу себе нашли. Вы эту тему обсуждаете со своими друзьями. Платеж минимальный вы знаете. Сроки я вам... О, слушайте, я когда рекламу вашего банка смотрел, мне так и было, вспомнил. Вы наш друг. Переступили порог банка, вы наш друг. Ну так вот. И мне так все улыбались. Так все улыбались. Я прям себя реально чувствовал членом вашей семьи. А сейчас вы говорите, что нельзя. Так вот. Это же ваш выбор. Вы как друзья себя повели. Я с вами как с другом общаюсь. А вы предлагаете... Да. Я поняла вас. По поводу контактных данных 5 апреля сверялись с сотрудником. А рабочие контакты у вас так и не появились? Ни номер, ни адрес? Я могу сказать Вахтанга телефон дать вам его. Вахтанга. Ваши непосредственно есть рабочий номер телефона? Ну у него, да. Ну сотовый Вахтанг мой работодатель. Нет, сотовый нам не нужен. Сотовый... Почему? Ну на базе на Софийская. Улица Софийская. Ну давайте адрес тогда хотя бы зафиксируем. Софийская 13. Давайте с города начинаем. Что с города? А у вас там написано, вы что не знаете мой город что ли? Нет, я просто вас спрашиваю. Вы должны предоставить, начиная с города, адрес рабочий. Я так понимаю Москва. Так, девушка. Нет, а давайте-ка вы мне теперь докажите, что вы из банка звоните. А ну скажите мой адрес регистрации. Это у банка то есть. А вот может быть вы... Я вам представилась, во-первых, в начале... А что это меняет? Нет, давайте доказывайте, что вы из банка. Может я тут разглагольствую, а вы мошенник какой-нибудь. Так. Так, девочки, я вам повторю, мы 5 апреля с вами разговаривали. И что это меняет? И 20 суммой, и... Вот сейчас меня осенило. А с сотрудником ли я банка разговаривал, а? Так, Москва, Софийская, дом назовете? Это не дом, это адрес 13. А знаете сколько домов? 13. Угу. Хорошо, тогда смотрите. Я вам добавляю рабочие... То есть вы так технично с темы ушли, а мне все-таки очень интересно. С банками вы звоните? Я вам представилась, я сотрудник банка, меня зовут... Да нет, это не доказательство. Марина Сергеевна. Марина Сергеевна. А Вахтанг мой тоже мне может сказать, что он работает в эти банки. Я просто вынуждена тогда будет прервать разговор, если вы не настроены на беседу. Так подождите, давайте по-честному. Вы у меня все выясняете, а я ничего не могу выяснить, я просто должен давать отчет голосу из трубки. Правильно? Нет, неправильно. Я вам назову вашу лицу регистрации Чапаевский. Все, Чапаевский. Все верно? Чего я Чапаевский? Так, все, Константин Дарчик, мы не будем с вами догадки никакие играть. Я сотрудник банка, пожалуйста, и мы разговариваем непосредственно о вашей просрочке. А я в космос летал. Я в космос летал. Видите, мне нет? Москва, Софийская 13, ваш рабочий адрес. И мы добавляем, правильно? Название организации будете сообщать? Да Вахтанг его зовут, ИП у него или там ОУРЮК, я не знаю. Так, название конкретно не знаете, хорошо. Понятия не имею. Чтобы я вам добавила адрес работы в целях информационной безопасности, будьте добры, пожалуйста, подскажите, какого числа у вас формируется выписка по вашей карте кредитной, помните? Я вообще поняла, ни разу их в глаза не видел. Не помните. Хорошо, я поняла. Либо в Ситифоне, либо в Ситибанк онлайн, тогда уточните. Вот видите, сколько вопросов, а мне хоть на один ответите. Хорошо, домашний номер телефона. Вы, когда с сотрудником нашим разговаривали 5 апреля, вы сверяли контактную информацию. И домашний номер телефона вы наизусть не назвали. Сейчас сможете его назвать? 946-78-36. Вы меняли его, а у нас был... Нет, у нас был фиксирован 495-157-01-10. Это актуальный номер телефона вы нам оставляли? Так вот это самое. Распрасываетесь с номерами телефонов. А вдруг это не Константин Эдуардович звонит? Вы ответили да, вы сказали да. Ну что? Ну что? А теперь я вам заявляю со всей ответственностью. Это юрист, который защищает Константина Эдуардовича. И вы сейчас слили под запись разговора информацию о клиенте. Начиная с прописки и заканчивая его рабочим телефоном домашним. Как вы говорите, юрист ввел тогда заблуждение представителей вас. Каким это образом я ввел заблуждение? Так это не снимает с вас ответственности. Вы такой простой человек, вас так легко ввести в заблуждение. Вам может быть сторожем работать надо? Хорошо, до свидания. Нет, не до свидания. Не кладите трубку. Почему вы не хотите с юристом, с официальным представителем человека поговорить, а? Почему? Если вы юрист, вам необходимо приехать в отделение... Да что вы говорите? Предоставить заявление от Константина Эдуардовича. Да я нахожусь знаете где? Мы имеем право предоставлять вам информацию. Да мне не нужна ваша информация. Я послушаю. Кто вам дал право сливать информацию, не уточнив? Вы даже верификацию не провели. Не уточнили дату рождения, хотя это бесполезно. Сказали, да. И что теперь? Вам любой другой мошенник-проходимец может сказать слово «да». Когда вы поймете своей головой бестолковой, что нельзя так себя вести. До свидания. До свидания, Константина. Не приходите. Это не Константин Эдуардович, не Адмитрий Евгеньевич зовут. Друзья, вы слышали, как у нее голос изменился? Аж на срыв. Она подвизгивать стала в конце, когда поняла, что ее развели полностью. И не то, что ей удалось смотивировать должника на оплату, а в полном смысле слова она в лужу села. Ну, это мое мнение на самом деле. Какое ваше я прочитаю в комментариях. Предлагаю писать комментарии. Не забывайте задавать вопросы по юридической теме, по теме банка в комментариях. На самые интересные мы будем формировать ответы в виде видеообращений, которые, вы знаете, у нас уже очень много обращений от руководителя компании. Алям Кузнецова Дмитрия Евгеньевича. Ну, а если вы хотите понять, либо стать клиентом нашей компании, а это, скажем так, обязательное условие, если вы хотите стать клиентом нашей компании, вы должны понять, как мы работаем. Для того, чтобы это сделать, вам необходимо пройти в описании этого или любого другого ролика и посмотреть ссылку на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алям. И вам все станет понятно, вы сможете для себя понять, что мы сможем сделать для вас, как для кредита. Сколько это будет стоить, сколько времени это будет длиться. И насколько это выгоднее, чем платить все время в банк. Одну из простых, скажем, выгод я вам быстренько озвучу. Как только вы становитесь нашим клиентом, вы прекращаете все платежи в банк. Это обязательное условие, но я его считаю как бонусом. Это обязательно, нужно так сделать. Более того, если вы примете твердое решение, да, стать нашим клиентом, то вы можете вот в этот момент принять решение, в принципе, забыть о своих долгах. И все. То есть долгов нет. Вы свободный человек. Ну, что касается ролика. Если понравился ролик, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого не сделали. Канал постоянно обновляется, постоянно новый материал на канале. Ну и группа ВКонтакте, где все наши ролики дублируются. Ссылка на группу в описании этого ролика. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты компании «Аля». До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова